Так, дорогие друзья, всем здравствуйте! Мы с вами должны быть в эфире. Ну-ка, поделитесь-ка со мной вашими плюсиками, чтобы я видела, что всё хорошо. Давайте так, если я в эфире, если меня видно и слышно, то ставьте плюсики в чат, чтобы я была уверена, что у нас с вами всё классно, что мы в эфире. Так, а я пока включу демонстрацию экрана, чтобы вы могли видеть нашу сегодняшнюю презентацию. Супер! Первые плюсики появились. Огонь! Здорово! Всё, я очень рада, мы с вами вышли в эфир. Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Мельникова, и я ведущая сегодняшнего вебинара. Совсем скоро я предоставлю слово нашему сегодняшнему спикеру, и он расскажет вам, как стать Java-разработчиком. А я попозже расскажу вам о том, что такое компьютерная академия ТОП и как, собственно, на Java-разработчика отучиться. Но это потом. Расскажу вам всё про курсы, про стоимость, про графики, про разные города. Покажу вам фотографии аудиторий, кстати, потому что мы обучаем и онлайн, и оффлайн. Но я знаю, что вы сюда пришли в первую очередь за полезной информацией по Java-разработке, поэтому именно с этого мы сегодня и начнём. А прежде у меня к вам всего лишь два вопроса. Первый. Давайте устроим с вами небольшую перекличку. Откуда вы делитесь, из какого города вы сегодня пришли нас послушать? Я сегодня, например, вещаю из Восточного Подмосковья, из прекрасного города Павловский Посад, где делают легендарные лотки Павлопосадский. А где находитесь вы? Делитесь. Так, ну-ка. Москва, Орск, Екатеринбург, Саратов. Привет. Ещё-ещё. Так. Самара, Новосибирск, Рязань. Отлично. У нас всегда очень много участников из очень разных уголков нашей страны. Волгоград. Привет. Запись будет обязательно, Ольга, спасибо за вопрос. Запись вебинара обязательно будет. Она будет вам отправлена на почту, с которой вы проходили регистрацию. А будет она вам направлена уже, вероятнее всего, завтра. Вологда, Самара. Ещё Самара. Ага, земляки там встретились. Так, хорошо. Ещё. Так. Ярославль. Отлично. Ну, как всегда, да, нас много. Брянск, Киров. Супер. У нас с вами разные часовые пояса. Кому-то уже скоро будет пора спать. Ничего. Друзья, вебинар будет длиться у нас около полутора часов. Рассчитывайте примерно на это время. И вы обязательно, конечно, сможете задать свои вопросы после того, как наш сегодняшний спикер расскажет вам основную часть информации по тому, как стать Java-разработчиком. Окей, хорошо. Это был первый вопрос. Большое спасибо. Мы немножко вспомнили, где клавиатура находится, сориентировались в чате. И второй вопрос, друзья, второй вопрос. И сразу передаю слово спикеру. И уже не томлю вас. Скажите, пожалуйста, а где вы сейчас работаете? В какой сфере вы сейчас заняты? Я вот, например, учитель начальных классов по первому образованию. Есть тут еще педагоги? Очень много у нас всегда представителей менеджмента, в продажах многие трудятся. У нас есть представители очень разных профессий на вебинарах, иногда очень даже удивительных. Так, делитесь, где сейчас работаете вы? Я почему спрашиваю? Дело в том, что далеко не все у нас сегодня работают в IT-специальностях. И мы знаем, что многие люди пришли сюда для того, чтобы эту профессию пощупать, попробовать. Что это вообще такое? Так. Делитесь, делитесь. Полиграфия. Отлично. Так. Привет, Нижний Новгород. Привет медикам из Нижнего Новгорода. Хорошо. Где еще работаете? Так. Инженер-регулировщик радиоэлектронного оборудования. Вячеслав, как скороговорка прям выглядит. Здорово. Так. Инженер, ветеринар. Вот, Глеб, спасибо, что признали. Друзья, у нас здесь сегодня есть студенты и школьники. Не стесняйтесь, пожалуйста, пишите, что вы учитесь в школе. Всем школьникам огромный от меня привет и большой-большой респект за то, что вы уже в школьные годы интересуетесь будущей профессией. Вы огромные молодцы. Поэтому школьники вошли в чат. Давайте, не стесняйтесь, пишите. Нигде, к сожалению, долго была домохозяйкой. Наталья, может, к счастью. Так. Учитель английского языка. Привет, коллега. Казань, ветеринар-преподаватель. Здорово. Госслужащий. Отлично. Смотрите, у нас очень много представителей разных профессий, и поэтому сегодня наш спикер обязательно это учтет. И на максимально доступном языке мы будем сегодня говорить, не переживайте. Ну что, друзья, я обещала, что после двух вопросов я передаю слово спикеру. Я свои обещания держу, поэтому все дальше просто без лишней воды. Александр, я передаю тебе камеру, демонстрацию экрана и желаю удачи. Всем привет, надеюсь, меня слышно и видно. Да, супер. Так, и у меня видно демонстрация экрана, да? Да, ага, отлично. Все, всех приветствую. Сегодня я постараюсь вкратце рассказать о том, как стать Java-разработчиком, в каких сферах вы можете применять свои знания, и чтобы также понимали, что вы можете, будучи Java-разработчиком, делать различные проекты, начиная от Android-разработать, закачивая бэкэндом или чем-то еще. Итак, значит, давайте первое, что мы с вами уже определили, что сегодняшний вебинар – это как стать Java-разработчиком. Два слова расскажу о себе. Я по образованию разработчик, закончил Таганрорский университет, программист. И второе образование преподаватель высшей школы, это Краснодарский университет Кубанский технологический. Получил именно эти два образования, чтобы программист еще и преподает, это было как-то все правильно, четко и так далее. Но так как образования всегда недостаточно, поэтому нужно проходить какие-то курсы, получать сертификаты, не каких-то курсов, где-то в какой-то деревне или в городе, чтобы это были авторизованы, типа Яндекс.Директа от компании Яндекс, Майкрософт компании Майкрософт, 1С Битрикс и так далее. То есть это дает просто право получать какую-то компетенцию, чтобы вы имели право работать, вас уважали и знали, что у вас нужна компетенция. Поэтому вы пришли в Академию ТОП, чтобы тоже получить очень крутую компетенцию в одной из таких самых лучших образовательных таких вот компаний, как Академия ТОП. Итак, значит, почему всем нравится этот язык, давайте тоже посмотрим, потому что Java – это очень востребованный язык. Итак, мы узнаем, что такое Java-разработчик-профессия, область применения, как освоить и как стать крутым разработчиком и зарабатывать. Вот здесь стоит такая средняя вилочка, потом мы ее немножко расширим, то есть 240-350 тысяч рублей в месяц. Мы также посмотрим на HandHunter и увидим, какие там зарплаты, какие там требования. Итак, значит, что делает Java-разработчик? Смотрите, сейчас я вкратце расскажу, потом постараюсь расширить. Значит, Java-разработчик разрабатывает программное обеспечение, то есть то, что мы на компьютере видим всевозможные программы, тоже может делать Java-разработчик. Если вы когда-нибудь видели IntelliJ, кто-то уже пробовал разрабатывать, то сам IntelliJ тоже разработан на Java. Потом Android Studio тоже разработан на Java. То есть это прекрасный инструмент, который вы инсталлируете в Windows и другой операционной системе, и можете спокойно работать, как обычное Windows-приложение. Это вот программное обеспечение. Второе, значит, смотрите, написано сайтов. Дело в том, что сейчас разрабатываются сайты, как и ранее, но в данный момент ни один сайт не обходится без баз данных, без серверного программирования. Неважно, сайт какой-то маленький, визитка, например, или какой-то очень большой сайт, где работают огромное количество программистов и других специалистов, всегда нужно серверное программирование, а это вот Java. Альтернатива Java, конечно, есть. Это Python, это PHP, это Perl, это ASP технологии, C Sharp, C++. Но, тем не менее, мы говорим о Java, и Java достаточно востребованный язык, и поэтому широко используется при разработке также сайтов. Дальше, на Java мы можем делать приложения, то есть мы все имеем Android-устройство, да, и, естественно, сейчас очень многие именно пользуются приложениями. И вот с помощью Java вы можете делать и backend, то есть серверную часть, и frontend, то есть визуальную часть. К сожалению, на Java не можете вы сделать, работая с сайтами, frontend, да, визуальную часть, это делается на HTML, CSS, JavaScript, а вот приложения для Android вы можете на Java делать и front, и backend. Это прям идеальное сочетание одного языка с двух сторон. И, наконец, специализируется на backend, это просто выделенный момент, то есть мы про сайт уже поговорили, что есть backend, приложение есть backend, а это как бы, ну, как бы вот, собирает это все вместе, да, то есть на Java, да, мы специализируемся именно на backend. Слово backend, это как бы, ну, мы знаем, да, задняя часть, которую мы не видим, это сервер, это база данных, и, естественно, сам язык Java, который манипулирует сайтами запросами, получает какие-то данные, отправляет их в клиентской части или в frontend. Поэтому, если вы изучили Java, стали Java-разработчиком, вы можете выбирать, это или приложение, но без backend, без базы данных, то есть вы чисто делаете дизайнерские, окна, кнопочки делаете, да, и вам кто-то уже написал backend на Java или на другом языке, вы с ним как бы работаете. Или вы делаете только backend, вы не любите визуалку, не любите вот эти все линии какие-то рисовать, то есть вы просто пишете базу данных, таблички, данные храните и отдаете, когда к вам поступают запросы, да, вы из базы данных получаете нужные данные и отдаете тому, кто вас запрашивает. И третий вариант, естественно, вы можете просто делать backend для всего, для каких-то больших сервисов, сайтов, вам вообще все равно, микросервис, вы просто сидите и базу данных работаете и все. Поэтому тут уже как захотите. Дальше. Теперь давайте посмотрим, как вот Java-разработчик, он может все делать, да, и почему. Во-первых, у Java-разработчиков, у языка большое сообщество, то есть язык охватывает огромную часть рынка программирования, актуальность Java-разработчика не утихает, а наоборот, он еще больше увеличивается. Поэтому общество, сообщество очень большое, у вас всегда есть свои там чаты, свои какие-то каналы, друзья появляются, да, в этой сфере, где можно всегда что-то узнать, посоветоваться и получить какой-то совет или самому дать кому-то совет. Огромная библиотека, то есть на Java очень много написано, показано, много всяких и фреймов, шаблонов, то есть вы можете что-то автоматизировать, просто подключив какой-то модуль и правильно обращаясь к данным модулем. Ну и зарплату, я вот говорил, что немножко расширю, да, то есть вилочка, давайте сделаем так, немного более шире, потому что мы говорим про Android-разработчиков, да, про другие направления, поэтому это, скорее всего, данный момент, эта вилка может немного меняться, понятно, да, то есть месяца в месяц он меняется, а так 120-700 тысяч, это вот такая реальная вилка. Более случаи, когда ученик там нашел работу, ему предложили 400 тысяч, он работает, работает, раз, кто-то рядом предложил ему 500 тысяч, и он сидит и думает, тут я год проработал, да, вроде стабильно, а там 500, но работать немножко меньше. Он взял и в двух местах стал работать, но, конечно, это очень тяжело, но это, как бы, довольно тяжко два проекта вести, и то, что я вам не советую, но зарабатывать можно и миллион работы в двух-трех местах. Поэтому, но этого лучше делать, не делать, точнее, потому что качество теряется, вы устаете, и бывает, что происходит некоторое выгорание. Вот мой программист, моей студии, скажу честно, он когда ровно в пять часов уходит, все, вот, то есть вот, даже если осталось час работы, чтобы я утром сдал работу, он ровно в пять часов встает и уходит, потому что сегодня он остался до шести, завтра я попрошу остаться до семи, потом до девяти, понятно, и вот это вот привычка уходить. Но, конечно, когда я говорю, нужно сесть до двенадцати ночи, взять работу, он останется, это понятно, но, как бы, когда я молчу, он в пять часов встает и уходит, хотя зарплата очень высокая. Итак, какие плюсы у данной компетенции? Смотрите, во-первых, есть такое понятие быстрый старт. Вот и возможность быстрого старта в Java это есть. Например, есть другие языки, например, Python. Вот язык немножко вроде легче, вроде как, всем так кажется, но скажу так, что на Java обычно программируют программисты, а на Python могут программировать даже не программисты. То есть, дается какой-то алгоритм, как создать бот, человек по нему идет, у него бот заработал, все, он создал бот, такой простенький. И получается, у нас очень много людей говорят, мы пишем на Python ботов, да, и люди идут на это, там, за небольшие деньги они это делают, но когда нужно сделать backend, когда нужно взять админ, койте, люди не могут это сделать, потому что они не программисты. Поэтому, смотрите, мы говорим про быстрый старт, вот, он выше немного, чем на Python, но на Java меньше старт, чем у языков C++ и C Sharp. Я прекрасно знаю C Sharp и C++ и Java. Скажу так, что Java в себя включает, наверное, боюсь точно сказать цифру, да, 30-40% возможностей C++. На C++ столько возможностей, которые даже не всегда нужны, людям приходится это изучать. И Java в себя включает именно нужные особенности языка, нужные модули, нужные концепции, объектно-ориентированное программирование. И в итоге, скажу так, что Java в себя включает именно то, что нужно для реальных разработок, и поэтому Java как бы работать намного легче. И, наконец, Java, это, смотрите, важно понять, в основном это работа в команде, но это не значит, что это только в команде, но чаще всего. Потому что Java разработчик, это все-таки интерпрайз, да, разработчик, то есть вы делаете разработки для каких-то больших компаний. Если вы когда-нибудь слышали про такие движки, как один из Bitrix, WordPress, Joomla, там, Drupal, OpenCard, то вот он, Backend, да, вот они, движки. Но большая компания не будет связываться с такими движками, им нужен чистый программист, который не использует никакие движки. Им нужен там Python профессиональный разработчик, или Java разработчик, или C++ разработчик. И поэтому вот именно большие команды тоже вам придется понимать, что будете работать большей командой. Это означает, что если вы нашли работу за какую-то определенную сумму, то вас уже будут уважать, любить, потому что ваш уход, это будет, наверное, на полгода, фирма может остановиться, пока найдут нового программиста, потому что в наше время программистов не хватает на рынке. Итак, работа в команде, еще скажу, ребята, но вы также можете работать не в команде. Например, недавно был спрос найти программиста на Java, который сделает вместе с дизайнером, фронтендером, проект менеджером и так далее, разработает систему для, сейчас скажу, для, в общем, есть такой сервис, который собирает все тендеры со всех источников. Кто сидит в этом кабинете, в этой системе, первый получает какие-то данные и быстренько реагирует, чтобы получить какой-то заказ. И вот система должна работать так быстро, чтобы именно клиенты данного сервиса получали очень быстро нужную информацию. И тоже, чтобы она была своевременной, да, то есть не старой там и так далее. Итак, вот это надо на Java делать, вот такой программист. Ему за это обещали, когда мы искали программиста, срок был 4 месяца, оплата где-то 1,8 млн. Это именно на Java программиста, если он справится с работой, конечно. Итак, Java это объектно-ориентированный язык, то есть это говорит о том, что ваша программа будет разбита на много-много-много классов, они действительно хранятся в разных файлах, и ваша программа не будет выглядеть в виде спагетти, как однажды я слышал от одного американского программиста и преподавателя. Итак, давайте дальше посмотрим, про компетенции мы уже услышали. Java разработчик, ну, скажу, и любые другие разработчики, они выглядят круто, работают на двух мониторах. Например, на одном мониторе у вас система управления базами данных, да, развернута программа, а другой вы делаете на Java какие-то запросы и сразу видите результат работы. Я бы здесь, конечно, поставил бы еще третий монитор с каким-то красивым дизайном какого-то портала, но, к сожалению, два монитора. Итак, почему именно Java? Итак, смотрите, крупные бизнесы, да, то есть мы говорим Enterprise, да, это сектор B2B, то есть одна компания разрабатывает какой-то сервис, чтобы другая компания пользовалась. Например, пример тендеров, то есть фирма создает сервис тендера, тендерный сервис, который со всех источников собирает все тендеры с помощью парсера, и внутри этого сервиса тендерного сидят другие компании, да, которые получают эти, точнее не заказы, а информацию про вот эти вот тендеры и быстро реагируют. Звонят, пишут, отправляют письма и так далее. Поэтому Java вот работает с крупным бизнесом, но это не значит, что если вы будете знать Java, вы не сможете в одиночку работать. Например, вы познакомились с 10-ю диджитал агентствами или веб-студиями и сказали, ребят, я вам могу сделать backend. Все, они вас взяли команду, пускай даже удаленные или в офисе, и одни делают дизайн, другие делают фронт, то есть визуалку, а вы делаете именно базу данных, да, там и так далее. То есть это тоже возможно. Просто как бы разработки на Java, они дороже стоят, чем делать на этих движках. Если кто-то уже с чем-то с этим сталкивался, конечно, вы меня понимаете. Итак, первое, что скажу, что Android-разработки делаются на Java, но, естественно, есть альтернативные технологии, которые это делают немножко хуже. Например, есть такое понятие, как React.js, да, то есть мы сами, когда делали проект, нам нужно было, чтобы мы создали приложение, приложение, и оно компилировалось и для Android, и для iOS, а программист один. И мы выбрали не Android, как бы технологию, да, то есть именно Java, мы выбрали именно React. То есть мы одни раз сделали, он компиливается для двух средств, потому что там есть своего рода посредний. Но это, конечно, не очень хорошо, но это очень быстро. Чтобы более профессионально была сама разработка Android-приложения, нужно использовать именно язык Java. Java, но еще, если кто-то слышал, появился язык Kotlin, и в итоге, смотрите, все говорят, Google выбрал Java, потом через некоторое время появился Kotlin, теперь уже официальный язык для Google является Kotlin, только потому что Java – это не его язык. То есть Java разработала компанию Oracle, и Google об этом помнил, да, что Java – это не его разработка. И когда они выкупили лицензию Kotlin, основоположная компания – это наша Россия из Питера, как гордость за Google, вот, что в итоге получилось? Получилось то, что на Java продолжают все время разрабатывать больше приложений, чем на Kotlin. Почему – непонятно. Я уже думал так, все, Java надо бросать, давай на Kotlin. А потом смотрю, на Java больше приложений, чем на Kotlin. Не знаю почему, но это так. Поэтому те, кто изучает Kotlin, все равно потом изучают Java. Поэтому я вам советую изучать Java еще по той причине, что на Kotlin вы не сможете делать для сайтов backend. А на Java вы можете делать backend для сайтов, backend для Android приложений и еще и само приложение. Понимаете? А на Kotlin таких возможностей нет. Поэтому я советую. Изучить Java, чтобы у вас было больше компетенций. Итак, Android разработки, надеюсь, все поняли, да, у кого есть Samsung или другие смартфоны, где операционная система Android. Следующие – облачные проекты. Не буду очень долго об этом говорить, но в двух словах. Раз мы говорим про Enterprise, смотрите. Раньше было так. Кто-то создает приложение, потом приезжает в компанию, устанавливает эту серую мку или, например, приложение, которое работает медицинской клиникой, например, записывает, считает, сколько времени врач провел с больным, сколько денег вообще принес данный врач, когда он повторно записывал, да, своих подчиненных, как бы подопечных даже так. Что в итоге? Сейчас все по-другому. То есть программу уже чаще всего не раздают в разные компании. Просто берут, устанавливают в облако, вы покупаете учетную запись и начинаете с этим облаком работать. Вам устанавливают, ну, скорее всего, веб-интерфейс, ну, иногда бывает Windows, да, какой-то интерфейс. И вы с облаком работаете, ваша учетка в облаке, база данных в облаке, и это гарантия качества, что ничего никуда не денется. Так вот, облачные вот эти проекты, они как раз и делаются на языке Java. Поэтому, вот, второй такой по масштабности, да, то есть проекты, это вот именно облачные проекты. Сейчас многие нанимают специалистов Java для разработки облачных проектов. Дальше. Виртуальная дополненная реальность. Не буду очень долго рассказывать, но в двух словах. Если у нас Java, ну, привязка к облаку есть, то, естественно, мы можем через мобильные, там, Android-приложения и так далее, вот, располагать приложения в облаке, управлять этим, ну, и так далее, и так далее. Итак, давайте дальше. Программные инструментарии, я уже сказал, что многие приложения написаны на Java, это вот, смотрите, IntelliJ IDEA, Eclipse, NetBenz и так далее. То есть это довольно мощный инструмент, но, скажу честно, программные какие-то приложения, да, редко делаются на Java, потому что есть у нас C++, есть C Sharp, но, тем не менее, вдруг кто-то захотел разработать или он не знает, на чем лучше, а на Java тоже можно, просто может немножко как-то дольше, потому что вот Microsoft позаботилась о том, чтобы для его платформы идеально работал C++ и C Sharp. Но, тем не менее, изучив Java, спокойно можете делать программы под Windows и, как бы, это и есть программные программы и программные инструментарии можете создавать. Работа с Big Data, ну, это в основном с большими какими-то данными, да, где нужно аналитику делать, где нужно что-то анализировать, разрабатывать. И чаще всего это используют и Python и Java, тоже вот такая тема. Дальше, беспилотные автомобили уже, как бы, давно разрабатываются именно на Java, долго рассказывать не буду, потому что сам никогда этого не делал, поэтому давайте дальше пойдем. Просто запомните, что тоже вот это направление в Java тоже разрабатывается. Робо-медицина сейчас очень много, ну, в любой сфере автоматизируется, и вот робо-медицина сейчас тоже стала использовать язык Java для своих роботов, для автоматизации каких-то процессов, и хорошо тоже это используется. В России очень мало пока, но вот и скоро тоже будет много. Всем, всеми любимое направление это игры. Скажу честно, изначально Java, наверное, разрабатывали, чтобы создавать аплеты для сайтов и, наверное, игры. Java это прям, когда люди говорили про игры, они всегда видели Java. Почему-то так было. И вот в качестве примера, смотрите, наверное, вы слышали про Minecraft. Все об этом слышали, да, там, потом давайте известное, что у нас еще есть, Minecraft, наверное, из всех известных, так, ну, что здесь больше, наверное, ничего такого. Ну, зума, да, известная игра, вот, Gunstar тоже известная игра. Вот это все на Java разработано и довольно успешно. Теперь смотрите, у Java тоже есть графический интерфейс, вот Open JavaFX. Я своим студентам на Open JavaFX даю два-три примера, ну, скорее всего, два, наверное, чаще всего. Мы разрабатываем эти две игры каких-то, да, то есть вместе придумываем, решаем, какую игру разработать. И мы визуально делаем приложение под Windows и разрабатываем эту игру. Спецэффекты в киноиндустрии тоже используются. В качестве примера, видите, здесь Мстители, Капитан Марвел, Тор, Трансформеры, Звездные Войны. Вот эффекты, вот, делаются вот в киноиндустрии, тоже с помощью Java. Космические разработки также используются, ну, как Java, если у нас язык, да, то он может что-то программировать, и вот тоже его используют для космических разработок. Теперь, какие работы решает Java-разработчик, мы немножко уже говорили, но основное его направление – это backend. И давайте добавлю от себя – это Android-приложение. Это два вот этих мощных направления. Какие задачи, да, что может Java? Смотрите, когда мы делаем разработки на других языках, у нас довольно часто страдает безопасность. Вот Java – единственный язык, которым безопасность как бы вшита в сам язык. Если вы пишете программы, и компилятор понимает, что у вас что-то может быть потом не так, да, но ты вы написали несколько есть, несколько веток. Компилятор уже понимает, что если у вас не будет какой-то ситуации, программа, у вас аварийно может завершиться, и он вам не дает этот код скомпилировать и запустить, пока вы не сделаете вариант типа иначе, на все остальные случаи жизни. Ну и так далее. То есть он вши, защита вшито в сам язык, это очень важно. Потом, когда вас спросят, а почему Java, почему мой сервис должен использовать Java, вы говорите, что он может за доли секунды принять до 2000 запросов, да, то есть от 2000 пользователей, для него это вообще не проблема. Дальше на Java очень хорошо продумано хранение данных, то есть мы делаем очень хорошие запросы к базе данных, мы очень быстро можем получить эти данные и как бы скомпоновать их в том виде, в котором нужно, да, и отправить их к фронтендеру, тоже это у нас на Java хорошо проработано. И, наконец, последнее, что могу сказать, то, что на Java очень хорошо также проработано API, это интерфейс, который вы даете фронту, который будет пользоваться вашими таблицами, базой данных, серверами, какими-то решениями. Если в двух словах, то API это интерфейс, с помощью которого можно обращаться к другому сервису. Например, мы когда хотим создавать такси, да, вот мы подключаем сервис карты города. Мы же в своем приложении для вызова такси не создаем же, да, вот сервис карты работы с картой города, мы просто берем API и подключаем, и все. Наше приложение по вызову такси, используя API работы с сервисами картами города, и такое ощущение, что карты города вшиты в наше приложение, хотя это API просто. Если кто-нибудь делал, когда-то разрабатывал сайт и ставил там код API, например, карта Яндекса, да, и вы видели, что вживую там все происходит, на самом деле вы просто использовали API и получили то, что у вас на сайте есть карта самого города. Теперь смотрите, что мы хотим знать, да, то есть когда мы начнем зарабатывать деньги, это тоже очень важно. Вот здесь, скажу честно, бывает набор программ, которые нужно знать или языков, это тоже немножко условно, потому что в одних компаниях стажер, это Java Core, который мы учим в первом же модуле, а в других компаниях стажером для них должен быть человек, который еще знает базу данных, понимаете. А в третьих компаниях, кто знает язык и базу данных, это у них так программист, который больше ему ничего знать не надо, им этого достаточно. Поэтому условно стажер, это программист, который знает язык хорошо и знает базу данных хотя бы на каком-то таком среднем уровне, то есть он может данные взять, хранить их в базе данных и обращаться к базе данных. Например, давайте пример приведу. Вы в приложении взяли телефон, смартфон и выбираете, хотите купить автомобиль. Когда вы в списке выбираете, например, марки, выбрали Toyota. Смотрите внимательно. Выбираете Toyota и в это время происходит связь базы данных. То есть ID Toyota идет на сервер, по вот этому ID вы на Java отдаете все модели Toyota и они высыпаются в наш второй список. Потом человек выбирает во втором списке, например, нужную модель. Возможно, выбирает год, какой-то диапазон. Там новая машина или же какого-то года, по-разному фильтры можно выстроить. Это идет на сервер. Вы там на Java опять делаете запрос в базе данных, а там у вас 200 тысяч машин, оно оттуда выгребает, например, 12 тысяч машин или 50 машин. И он только по вот этому запросу передает данные клиенту, клиенту, то есть вашему приложению. То есть ваше приложение – это и есть ваш клиент. Что в итоге? То есть получается, что когда пользователь что-то выбирает, все эти данные не хранятся в вашем Android-приложении. Ни в коем случае. У вас, получается, идет обмен, очень быстрый обмен. Если бы все данные хранились в вашем приложении, все запчасти автомобилей, все модели и так далее, сами понимаете, приложение бы весило гигабайт. Кому это надо? Поэтому и нужна связь с базой данных. Итак, теперь, значит, стажер – это сам язык и базу данных. Пускай даже вы эти технологии знаете на базовом уровне, но вы знаете их и можете применить. Дальше. Есть еще у нас Zoom. Это человек, который знает сам язык, знает базу данных. Ну, гид – это всегда нужно знать, где храните вы свои проекты, да, контроль версии. С каждым днем вы что-то делаете, система каждую версию записывает отдельно. Это мировая такая система, тоже сервис хороший. И, наконец-то, смотрите, вот тут написано очень такое, очень злое слово под названием фреймворк. Любой программист, который работает на Java, Python и где-то еще, он должен знать хотя бы один фреймворк. На Java это самый крутой фреймворк – это Spring. Если мы говорим о Python, то там фреймворк под названием… Ой, ё-моё, вылетело из головы. Так, 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 то, что на этом. Django, да, прошуключение. На Python фреймворк – Django. На PHP это Symfony, это коды Igniter или другие фреймворки. Итак, смотрите. То есть, вот это поняли, да? То есть, если вы знаете, где-то напишите, вы знаете Spring, и больше ничего не напишите, вам будут звонить и приглашать работать. Потому что те, кто знает Spring, все знают, что человек знает Java Core, он знает базу данных 100%. Spring без них работать не будет. Теперь давайте так вот. Зарплата тоже – это как бы один из таких вот анализов, который может меняться. Например, да, совсем человек, который вчера только научился программировать, да, джун можно его назвать, то, в принципе, самая такая вот низкая зарплата – это 65 тысяч. Хотя я никогда не видел зарплаты 65, обычно это больше. Middle с небольшим уже опытом получает вот такие зарплаты примерно в среднем. Senior – это, ну, как бы специалист с программой, с опытом 300. И TeamLead – это, TeamLead, по сути, тот же самый Senior, но, может быть, у него еще есть такие качества, как работать с командой, как отвечать на все вопросы. К Senior подойдешь, он, может сказать, извини, но я занят. Он не готов 4 часа вам помогать в команде. А TeamLead обязан вам помочь. Поэтому он и TeamLead. Поэтому такая вот такая градация. Мы сейчас с вами вживую посмотрим. Смотрите, давайте мы сейчас переключимся вживую, глянем зарплаты, какие могут быть. Я сегодня залез в HandHunter и решил посмотреть. Смотрите, давайте сделаем несколько такой обзорчик. Вот, например, написано, смотрите внимательно. Java-программист от 150 тысяч. Почему пишут от? Человек получал 300. Он крутой программист. Обратится в эту компанию. Они увидят, что прям реально очень крутой программист. Они могут сказать, ну, да, ладно, получай там 300. А напишут 150, к нему этот программист не обратится к ним, точнее. Смотрите, вот написано, что нужно знать. Смотрите, участие в разработке серверной части различных сервисов, покрытие написанных сервисов тестами и согласование реализующих методов, подходов с командой разработки и так далее. Итак, смотрите, 2 года. Но обычно, когда пишут 2 года, скажу честно, тут бывает просто секретарша набивала вот так. И она не подумала, что есть люди, которые год всего работают, но они уже сделали несколько крутых проектов. Такое тоже может быть. Теперь смотрите, видите, опыт работы Spring. Вот то, что я вам говорил, фреймворк. Вот это тоже очень важно. Чуть дальше смотрим. Видите, на эту вакансию смотрят 8 человек. Я уверен, что среди 8, может быть, даже всего один программист есть. Остальные просто хотят изучить и поэтому смотрят. Да, тоже знание языка. Смотрите. Ага. Самописанную, что-то надо было написать. Вот. Ну ладно, не буду заходить глубоко, как бы так скорость посмотрим. Везде, видите, написано сам Java. Здесь у нас, смотрите, Java, Java, RIS-сервисы, всевозможные, знания, Git, Mavin. Это все вы изучаете тоже в Академии ТОП. SQL тоже изучаете. Все это есть. Дальше. Смотрите. ОП, паттерны. Вот в моем уже модуле, в моем модуле уже есть. Смотрите, ребята. Мы изучаем с вами ОП. Очень глубоко. Там порядка 40 часов. Изучаем паттерны. Изучаем сам язык. Самое интересное написано в Collection. Естественно, без Collection, где хранятся данные, язык, как бы, всегда мы это изучаем. В общем, смотрите, вы можете сами взять, вот так вот, да, проверить, да, что же здесь люди хотят. И я вам советую открыть HandHunter в свободное время и просто почитать вот эти вакансии. Их очень-очень много. И поверьте, многие, например, даже если вы живете в том же городе, они хотят, чтобы вы удаленно работали, иногда приходили в офис. Такое тоже может быть. И давайте переключимся опять на нашу презентацию. Смотрите, что мы изучаем и сколько изучаем. Смотрите, одна пара – это два часа. Модуль – язык программирования Java. 80 пар. Ребята, это 160 часов. Можете себе представить. Дальше идет теория баз данных. 16 пар, то есть 32 часа. Это говорит о том, что база данных все-таки не так уж и сложная тема. Вам нужно создать таблицы, уметь между ними по ключам взаимосвязь создавать, понимать, что такое один ко многим, один к одному и так далее, и так далее. Есть некоторые нормы и правила. Дальше вы, представляете, учите немножко фронт-энд. Третий, четвертый пункт – это HTML, CSS, JavaScript. В сумме это тоже 30 пар, 60 часов. Очень большой объем. И в конце, как раз то, что я говорил, серверное программирование, уже зная язык, который мы вот в этом модуле учим, то вы изучаете здесь Spring, фреймворки, всякие паттерны и так далее, и так далее. То есть объем колоссальный. Это вы проходите за один год. Теперь смотрите, давайте я вам вкратце просто покажу. Вот, например, у меня группы. Открываю группу. Смотрите, вот каждый наш урок, каждый вебинар, вот все, что мы здесь видим, все это студенты вместе со мной у себя программируют. Если у них что-то не работает, они задают вопрос. Мы всей группой нападаем на него в хорошем смысле. Ищем ошибку. Он видит, что да, он здесь допустил логическую или синтетическую ошибку. И он говорит, да, я понял, все, мы закрываем, дальше идем. То есть вот мы не смотрим, как в других компаниях, как бы не хочу говорить, что где-то плохо, у нас хорошо, но в Академии ТОП я как преподаватель говорю, что я работаю в нескольких компаниях. Единственное место, где мне очень нравится работать, потому что мы сидим и вместе программируем. В других компаниях чаще бывает, я просто листаю презентацию, даю сложное задание, от которого у меня самому как бы очень плохо становится, потому что мало объема вот так вот передаешь вживую. А у нас как бы, смотрите, каждый, что я делал, это все я рассказываю, показываю и так далее. Теперь давайте посмотрим. А, я хотел что-то запустить, но не буду запускать. Хотел игру запустить, но уже времени меньше стало. Давайте лучше, что мы сделаем. Смотрите, давайте лучше просто пролистнем. Вот здесь вот увидели, что программа очень большая. Какая литература? С литературой тут немного нужно философски отнестись, потому что вот у меня есть проблема. Я в одной книге нахожу ответы, а в другой не могу найти на этот вопрос. А на другие вопросы я в другой книге нахожу, а в этой книге нет. Поэтому одной книги всегда мало, и мы даем электронном виде, чтобы вы могли, естественно, искать какую-то задачу, например. Где-то автор делает глубже одни вопросы, а другой автор акцент делает на другие темы. И такое тоже часто бывает. Поэтому я обычно рекомендую нашего автора Васильева перед вами. Ну и Гербер Шилда, который написал много книг по разным языкам. Это вот вторая книжка. Но на самом деле мы вам штук 5-6 будем рекомендовать, присылать, показывать. У вас будет одна книжка, например, физическая дома, что так полистали, запах типографии почувствовали. А вторая, все остальные могут быть электронной виде. Все, теперь давайте вопросы. Наверное, пора уже вопросики позадавать. Я отвечу на все ваши вопросы. Все так внимательно слушали. Ни одного вопроса в чате пока нет. Друзья, сейчас самое время задавать вопросы. Вы пишите их в чат, а я их передам Александру для того, чтобы он мог на них ответить. Не отпустим Александра, пока он на все наши вопросы не ответит. Так что пишите. Так, что у нас тут есть? Только несложные вопросы, хорошо? А вот есть вопрос. А GPT-чат не угрожает будущему профессии IT? Так, GPT-чат. Что-то я не знаю. Может, я не слышал про это. Или визуально не могу понять. GPT-чат не угрожает ли? А что такое? Давайте посмотрим, что такое GPT-чат. Вячеслав, уточните. Да, потому что буквы точно читаю. Сейчас, да. GP. Как там дальше? GPT. GPT-чат. О, да. Прошу прощения, никогда не слышал. Так, нейросеть. А, я понял. Да, я думаю, что-то связано именно с технологиями. Да нет, ничего не угрожает. Хотя сейчас на нейросетях делают все, что угодно, но нет. Да, давайте отвечу прям по-другому сейчас. Смотрите. Я еще в 2003 году, когда работал на кафедре защиты информации, информационной безопасности, ребята, 20 лет назад, когда я начинал работать после университета. Что было? Пока рассказываю. Майкрософт давно уже разработала такую систему, в которой вы видите email, диаграмм, всяких схем, создаете свою будущую систему, нажимаете на кнопочку, указываете язык программирования, система сама вам дает уже исходный текст. Это уже было давно, это было много-много лет назад. Вот такие сервисы стоили прям очень дорого. Это языки моделирования, языки там, не знаю, языки, которые создают другие языки. Это реально уже давно существует, уже Майкрософт это придумала. Поэтому. И все равно не пользовались в большом количестве данной системы. Хотя она реально работает, они очень дорогие. Стоит, не знаю, даже боюсь назвать, могут и 500 миллионов, если в рублях стоить. Поэтому эти системы были, если вдруг будет интересно, и мы встретимся на наших занятиях, вы просто напомните, я вам прям эти названия все расскажу, покажу и так далее. Но программистов живого никто не заменил. Так, здорово, спасибо. Вот вопрос еще по обучению. А какой срок обучения? Срок обучения, я вот тут показывал, да, год. Ровно год. Скажу честно, раньше ни у кого не получалось. Да, но если прям ночами, днями не спать, то полгода можно. Но дело в том, что вот именно любой язык, C++, Java, C Sharp, они все требуют годового такого, ну вот, времени, потому что, смотри, сам язык мы проходим за 4 месяца где-то. Но потом теория баз данных, потом это веб немножко, чтобы вы знали, как взаимодействовать с клиентом, потом серверные вот эти решения, выполнение домашних заданий, довольно интересные задания, да, что-то зазубрить. Поэтому сам язык, это 4 месяца, да, я провожу как раз, а вот уже базу данных и другой стек, который входит в компетенцию программиста, да, это вот на год и уходит. А сам язык, это 4 месяца, да, можно за 4 месяца хорошо выучить язык, это вот первый пункт. И когда вы говорите, я знал язык, а вам говорят, а где ты хранишь данные, а я еще не храню данные, тогда зачем ты нам нужен, нам нужна база данных, поэтому, видите, дальше идет уже следующая, да, тема, база данных. Спасибо. Так, про гарантии трудоустройства расскажу чуть позже, сама буду рассказывать про обучение у нас. А какие требования к ноутбуку для освоения Java? Ну, были случаи, когда наших, в основном, это их девушек, парни, почему-то компьютеры всегда очень мощные, но был компьютер, которому 10 лет уже, да, ну, вот у меня компьютер, скажу честно, вот, бывало ему 6 лет, да, то есть он работал хорошо. И в итоге, насчет требований, я скажу так, что, ну, не знаю, ну, наверное, сейчас это, если это компьютер, то 30-40 тысяч будет стоить, да, ноутбук, ну, на десятку дороже, 1050, если по цене смотреть, вот, или бушного за 15 покупаете, более-менее мощный, можете работать, а так, чтобы он был игровой, не обязательно, то есть игровой нам не нужен, видеокарта, которая летает, там, или там, самое последнее, там, количество ядер, процессор тоже не нужно, но, как бы, очень старый, такой, древний, не подойдет, потому что будет тормозить, и вся группа будет очень долго нервничать, когда вы не можете двигаться дальше, и вся группа вас ждет, поэтому более-менее нормальный компьютер нужен, стационарно, я же объяснил, это тысяч 30, ну, это средний плюс-минус можно купить, если у вас компьютера еще нет, или он очень старый. Спасибо. Можно будет выбирать тему будущего проекта на обучении? Да, значит, смотрите, когда мы делаем экзаменационную работу, например, я даю темы, там, штук 5, а потом говорю, ребята, давайте так, или вы развиваете то, что мы начали на занятиях, какую-то тему, сделать его круче, или же придумайте свою тему, да, например, один из моих студентов выбрал, у них, короче, в фирме, да, ситуация такая, что очень часто бывает какой-то брак, поломка, и люди, компания не собирают ее, причину, и он создал такую систему, которая позволяет анализировать, на каком этапе, почему у них эти поломки, почему вот куча жалоб, и он такую аналитику сделал, выбрал именно такую работу, и было достаточно интересно, у него была мотивация, то, что это для работы, плюс эта тема была интересна для него, ну, и плюс нам хорошо, что он выбрал какую-то, нестандартную тему, это может быть игра, программа, это может какой-то там, не знаю, кусок какой-то, ну, серьезной там темы, да, кода, поэтому без проблем, можно выбирать. Спасибо. Так, вот еще вопросы, а что легче для входа, бэкэнд или фронтэнд, либо же андроид выбрать, как определиться, чтобы гарантированно найти работу, хотя бы джуном? Смотрите, вот такая ситуация, давайте еще раз проговорим, вот бэкэнд, это, вы поняли, да, это джава, серверное программирование, база данных, да, это бэкэнд, а раньше было так, много-много лет назад, бэкэнд считался сложнее, то есть, когда я разработчику сайта говорил, мне нужен бэкэнд, вот мы, я не делаю, когда андроид разработчику, я говорил, мне нужен бэкэнд, вот я это не делаю, только делаю морду в морду, да, сайта или приложение, но сейчас, когда появились такие очень крутые эффекты на фронте, поверьте мне, фронт, это не джава, можно договорить, что джава только для андроида, фронт для сайтов, это уже джава скрипт, и к джава скрипту пришли такие библиотеки, как React, Angular, Q, это от Google, от Facebook, да, вот и все, я вот сейчас тоже очень глубоко изучаю фронт, и у меня прям бывает такая депрессия, только от того, что я, блин, нигде не учусь, хотя хочу найти преподавателя, которым я быстро научат, но в данный момент, ребята, фронт намного усложнился, бэкэнд вообще не усложнился, в бэкэнде как было, вот так, публицы, серверная логика, API написали, к вам запрос пришел, вы ему отдали то, что ему надо, да, то есть этому, например, давайте так даже пример приведу, бэкэнд, вам нужно из 1С, получите смартфоны, и дальше, смотрите, для сайта сделать наценку 10%, да, и накинуть его для сайта, фронтендеру, для андроид приложения 7%, для Яндекс.Маркета 20%, потому что он съедает кучу денег, и получается, вы кучу, если поставили, каждой цене, которую из 1С вы получили, да, ну, что такое наценку сделать, это цена, деленная там, столько-то, получили процент, добавили к цене, получили результат, и отдали кому надо, да, получается, для бэкэнда это вообще легко, а фронтендеру тяжело, только потому, что ему нужно правильно визуализировать, поэтому смотрите, если мы говорим про обычные сайты, то, естественно, бэкэнд будет сложнее, чем фронт, на фронте у вас HTML, CSS, и основа JavaScript, а если мы говорим про фронтенд, в правильном понимании, как, например, ВКонтакте, Facebook, там, другие сервисы, да, вот так вот смотрите, там что-то происходит без вас, то, конечно, такой фронтенд, он намного сложнее стал, чем бэкэнд, вот так. Так, спасибо, спасибо за ответ, а что такое база данных? Ну, база данных, их много разных видов, это когда у вас, смотрите, тогда вы человеку говорите, введите вашу фамилию, имя, отчество, где вы учитесь и так далее, да, вы с клавиатурой ввели, а потом эти данные, когда вы включаете компьютер или закрываете программу, они исчезают, поэтому, если вы не используете базу данных, то эти данные вы храните в файлах, обычный текстовый файл, расширение тексты, даты, там, можно любое придумать, но в файлах это не очень удобно хранить данные, поэтому база данных, это, давайте так, вот, примерно представим себе Excel, о которых есть много-много листов, вот база данных, это когда много-много таблиц, а они между собой взаимосвязаны, давайте маленький пример, в одной таблице анкетные данные менеджера компании, там только фамилия, имя, отчество, там, не знаю, паспортные данные, телефоны и так далее, в другой таблице хранятся товары, просто товары, естественно, с ценой, вот, две таблицы, а третья таблица, это продажи, то есть, в третьей таблице приходит менеджер, вводит логин, пароль, в третьей таблице появляется его айдишка, то есть, физически он другой таблица, здесь его фио, но здесь хранится его айдишка. И вот здесь он выбирает, человек выбирает товар, мы визуально видим товар, а на самом деле там не товар, а его айди, хотя визуально мы видим товар, а товар хранится в другой таблице. Потом менеджер пишет количество, там три он купил, там, не знаю, три устройства каких-то, дальше у него автоматом ставится, к примеру, дата, сегодняшняя он купил, и вот получается в одной таблице менеджеры, в другой таблице товары, а в третьей продаже. Вот это все три элемента, это будет база данных. Но, конечно, в базе данных больше таблиц, там же еще есть адрес, например, магазина, к примеру, да, какие-то еще там данные, то есть это вот набор каких-то таблиц, которые между собой взаимосвязаны, это вот и будет база данных. Спасибо. Так, ну и последний у нас вопрос такого технического характера. Значит, про стоимость обучения я расскажу попозже, а вот про то, как проходит обучение в Zoom, проходят встречи или в Teams? В Teams проходят встречи, ну, почему-то выбрали именно эту платформу майкрософскую, в принципе, то есть делается ссылочка, у вас там есть своя учетка, вы заходите, видите всех в этой группе, да, у вас в WhatsApp также есть группа, своей группы, где вы общаетесь. Студенты часто, бывает, создают еще собственную группу, чтобы преподавателей там не было, они там решают задачки, там что-то между собой решают, может быть, кого-то обсуждают, не знаю. Вот, ну, в общем, как бы вот собственный чат, и вот в Teams мы и общаемся, да, то есть мы видим друга, мы там что-то печатаем, вы видите мой экран, когда у вас нужна помощь, вы демонстрируете свой экран, вся команда нападает и вам помогает, находит ошибки, вот, это очень удобно, поэтому Teams выбирали, мы выбрали Teams. Да, еще каждый наш вебинар записывается, у вас есть ссылочка, ну, многие скачивают себе на компьютер, вот, ну, в принципе, кто-то хочет, может просмотреть какой-то кусок семинара и вебинара, и, ну, просмотреть еще раз какой-то кусок, то есть все записано на видео. Здорово, удобно. Так, ну что, вопросов пока больше нет, поэтому давайте попросим Александра сказать нам такое напутственное слово, и дальше я перехвачу микрофон, расскажу вам поподробнее про нашу онлайн-школу, про обучение, про наше оффлайн-обучение в том числе. Ребята, ну, во-первых, я хотел бы, чтобы вы все-таки обратили внимание, что в нашей Академии качество хорошее тем, что вы сами программируете, и вот на моих занятиях мы всегда, когда третье занятие, четвертое, пятое, шестое, мы всегда повторяем все пройденное, и поэтому я рекомендую посмотреть еще раз HandHunter, посмотреть, что там реально требуются джава-разработчики, и гораздо больше, чем другие языки, и желаю, чтобы вы пришли к нам, если придете, джава буду вести у вас, ну, не всегда я, было несколько преподавателей, но в любом случае, если я буду вести джава, то базу данных будет вести другой человек, веб будет вести третий человек, серверные решения, может, кто-то уже из тех, кто уже был у вас, вот, поэтому вас будет интересно, потому что у вас будут разные преподаватели, и все, в основном, у нас это преподаватели, которые являются разработчиками, я даже у некоторых спрашиваю, зачем ты работаешь, ты же много зарабатываешь, а это для души, я понимаю, что я тоже для души работаю, и получается, что хорошо, когда сам действующий разработчик, он еще и преподает, это очень важно, и поэтому тоже на это обратите внимание, и самое главное, ничего не бойтесь, мои пожелания, чтобы вы стали джава-разработчиками, ну, и как бы нашли свое место новой компетенции, если не сегодня, то завтра. Спасибо, спасибо, Александр, так, у нас пишут нам уже, видимо, благодарность, три человека пишут, сейчас я все зачитаю, ну что, мы можем тогда отпустить Александра, а я тогда беру на себя. Всем до свидания, до свидания, Настя. Спасибо. Так, ну что, поделюсь с вами экраном и немножко расскажу о том, как все у нас устроено и что такое Академия ТОП. На сегодняшний день у нас с вами есть 250, у нас в Академии ТОП, есть 250 тысяч выпускников и 72 тысячи студентов, которые на сегодняшний день у нас обучаются. 2800 преподавателей, очень бережно отобранных, которые не только являются специалистами в своей нише, но также и обладают педагогическими навыками, что немаловажно, потому что бывает такое, что профессионал просто супер, а вот донести свои умения и навыки до своих подопечных не может, не получается. Вот мы уделяем огромное внимание тому, чтобы педагоги могли уверенно и качественно не только воспроизвести материал, но и донести его, чтобы он усвоился. На сегодняшний день у нас 700 аудиторий и 198 филиалов в разных уголках нашей страны и не только нашей страны, поэтому мы обучаем не только в онлайн формате, но и в оффлайн. Итак, значит, далее. Мы сотрудничаем с крупными компаниями, такими как Яндекс, Собербанк, WorkGamingNet, Ситилинк, Софтлайн и так далее. Что это значит для вас? Вы задавали классный вопрос по поводу гарантии трудоустройства. Мы оказываем содействие в трудоустройстве именно благодаря сотрудничеству с такими крупными компаниями. И каждый раз на защите диплома присутствуют представители этих компаний и могут сделать предложение вам сразу на защите диплома. А еще многие наши студенты получают предложения, офферы на стажировку с последующим трудоустройством прямо во время обучения. Поэтому крупные компании, с которыми мы сотрудничаем, прекрасно знают, какие классные кадры мы поставляем на IT-рынок. И, конечно, с удовольствием берут наших студентов к себе на работу. И поэтому здесь есть такой слайд, предмет нашей большой гордости. Это те наши выпускники, которые сейчас работают в очень-очень разных крупных компаниях. Samsung, Академия Cisco, Nestle, Philips, Dell, IBM и так далее. Так, значит, есть у нас некоторые вопросы в чате, которые можно будет уточнить у приемной комиссии. Друзья, все вижу. Четыре вопросительных знака не обязательно, и без них тоже видно. Вот, значит, чуть-чуть попозже, если на что-то все-таки ответа не найдете, то я оставлю вам контакты приемной комиссии для того, чтобы вы могли получить ответ. Почему так? Дело в том, что очень много разных программ, направлений, сроков обучения онлайн, офлайн, в каком городе, в какой группе. И поэтому дать вам один единственный ответ на какие-то вопросы просто не получится. И поэтому, чтобы вас не обманывать, не дезинформировать, я вас направлю с удовольствием в приемную комиссию. Туда мне обязательно звонить, хотя Кристина, наш помощник, оставила номер телефона. Но туда еще можно написать. Поэтому вы видите сейчас в чате ссылки на телеграм-канал, ватсап и вайбер приемной комиссии. Вот подсказывает Кристина, что документ по итогу, по окончанию – это диплом международного образца на курсе Java разработки, который, несомненно, будет котироваться в компаниях работодателей. Итак, как это вводится, конечно же, на таких вебинарах, не отпущу вас с пустыми руками. Поэтому сегодня записывайте промокод Java1104 по сегодняшней дате. У вас будет скидка 50% на первые два месяца обучения. Это значит, что первый месяц обучения будет стоить 3570 рублей вместо 7140. И со вторым месяцем обучения все то же самое. Первые два месяца за полцены. Этот промокод действует до 18.00 пятницы. Пятницы. Пятница – это 14 апреля, поэтому подумать есть 3,5-2,5 дня. Итак, я напомню, что обучаем мы не только онлайн, но и очно. И тут хочу немножко уделить внимание. Дело в том, что онлайн-обучение у нас проходит не по записям вебинаров, а с педагогом, вот точно так же, как мы сейчас общались с Александром. Вы можете демонстрировать свой экран, и команда, и педагог сразу же вам помогут. Это не просто просмотр лекций в записи, а потом последующее выполнение домашних заданий самостоятельно. Здесь вы постоянно на связи с педагогом, и он вам помогает. Также мы обучаем очно. И если вам удобнее обучаться очно, то я бы хотела, кстати, показать фотографии некоторых наших аудиторий. Они очень классно оборудованы. Вы сейчас увидите аудиторию в некоторых городах. Если вы хотите узнать, есть ли аудитория в вашем городе, то обращайтесь также к приемной комиссии. Итак, аудитория в городе Липецк. Аудитории наши оборудованы очень здорово. И если вам более подходит такой формат оффлайн-обучения, вы можете, конечно, выбрать и его. Вот наша аудитория в городе Калуга, очень свежо оформленная. В таких ярких цветах. И, конечно, сейчас многие, несмотря на то, что все переходит в онлайн, многие выбирают оффлайн-обучение, потому что это возможность подышать воздухом аудитории, посмотреть на преподавателя воочию. Вот поэтому у нас можно и так, и так. Посмотрите на фотографию аудитории в городе Брянск. Тоже замечательно оборудованная, светлая аудитория. Занятия у нас проходят в маленьких группах и всегда как в онлайн-формате, так и в оффлайн-формате. Конечно, есть возможность у педагога вам помочь оперативно подойти, да, именно потому что группы небольшие. Город Ноябрьск. По-моему, кстати, кто-то у нас из Ноябрьска сегодня был. Вначале я зачитывала. Так, город Ульяновск. Да, посмотрите. И это, конечно, еще не все, но фотографий много вам показывать больше не буду. Вот. Значит, что еще хочу вам рассказать. На обучение действуют очень классные условия рассрочки от нашего партнера. Это банк Тинькофф. И для того, чтобы начать обучение, вам необходимо будет получить одобрение от банка. Почему рассрочка эта классная? Потому что у нее есть одно очень весомое преимущество. Вы можете прервать обучение в любой момент и оплатить только пройденный материал. Чаще всего бывает так, что вы берете рассрочку на обучение, и если вдруг вы понимаете, что обучаться больше не будете, или какой-то форс-мажор происходит, вам приходится не обучаться, но при этом доплачивать все то, что вы взяли в рассрочку. Здесь же у нас вы можете прервать обучение и не оплачивать все то, что вы проходить не будете, оплатить только пройденный материал. Я напомню, что рассрочка очень выгодно отличается тем, что вы просто оплачиваете обучение кусочками, долями, и все комиссии берем на себя мы, все проценты берем на себя мы. То есть стоимость обучения конечная не меняется, вы просто оплачиваете ее частями. Если мы говорим с вами про рассрочку, есть два варианта. Либо рассрочка на два года с платежом 3570 рублей в месяц, есть же рассрочка на три года с ежемесячным платежом 2380 рублей. И, соответственно, уже за год вы можете закончить обучение и вот буквально с первой зарплаты погасить досрочно все, что вам осталось заплатить за обучение. Итак, онлайн и офлайн формат, различные варианты оплаты, скидка 50% на первые два месяца, которую я оставляю вам здесь на экране. И обращайтесь в приемную комиссию для того, чтобы уточнить все детали обучения именно в вашем городе, именно в вашем формате онлайн или офлайн. Приглашаю вас также на наш сайт online.topdefisacademia.ru. У меня для вас на сегодня все. Если вдруг какие-то вопросы остаются, то, пожалуйста, задавайте. Все, что касается деталей обучения, вы можете уточнить в приемной комиссии. Например, вот дипломная работа по теории или же практическое задание с объяснением. Это все можно будет в приемной комиссии подробно уточнить. Итак, друзья, большое спасибо за внимание. Я желаю вам успехов в любом случае, какое бы направление, какую бы профессию вы не выбрали дальше. Спасибо, что пришли и удачи. Успехов вам и хорошего вечера. Продолжение следует...